Будешь у нас жить, моя хорошая, будешь? Галина Веселова вместе с дочерью с воскресного мальча Крыльев-Советов ушли с новым членом семьи. С большим черным котом по кличке Гарри. Если тебе нравится, это удовольствие заставляет, ты все сумеешь совмещать. Я совмещаю пенсию внуков, своих детей, кошек, даже пытаюсь работать. Мне вот этот нравится черненький, очень нравится. И говорят, черная кошка – это счастье. Вот матч кончится, но невозможно с котенком сидеть там. Перед матчем в фан-зоне на этот раз можно было не только взять автограф у игроков, но и домашнего питомца. Ветеринарный центр «Флагманвет» при поддержке футбольного клуба организовал выставку бездомных животных. Котов и кошек отдают новым хозяевам не просто так. Чтобы забрать питомца, необходимо предъявить паспорт и подписать договор, в котором обговариваются условия содержания. Раз в месяц специалисты ветеринарного центра будут справляться о его самочувствии. Если будет необходима помощь, обязательно ее окажут. Здесь буквально рядом находится фан-зона, где люди могут подойти и взять автограф у футболистов. И, соответственно, они все были заинтересованы, что же здесь за животные. Многие спрашивали их историю, обменивались контактами. Поэтому я надеюсь, что кто-нибудь обязательно к нам закинул вперед. На стадион «Солидарность» Самара-Арена привезли 11 котов и кошек. Ровно по числу игроков. Рыжие, черные, полосатые. Болельщики с удовольствием гладили животных и делали фото на память. Защитник «Крыльев» Юрий Горшков был бы рад забрать кого-нибудь из усадок, но пока не позволяют обстоятельства. Я считаю, это классная идея. Я очень люблю животных и кошечек, и собачек. И сам бы себе взял, если бы мне хозяин квартиры разрешил бы. Я недавно хотел собачку, к сожалению, не разрешили. Сотрудники ветеринарного центра и футболисты «Крыльев Советов» дружат уже больше года. Игроки не только приходили и гуляли с животными, они помогли многим бездомным кошкам и собакам обрести семью. В знак дружбы центру в перерыве между таймами вручили сертификат на приобретение кормов. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Константин Головин.